Приветствую вас. Я бы сказал, что на маму свою у вас есть некоторая обида, возможно, и неудовлетворенность по отношению к ней, что вы приносите как бы на своего учителя. Ну вот, переносите и уже в ней учительница, ну, правильно, наверное, было бы сказать, преподавательница, да, потому что учителя в школе. А вы на преподавателя переносите все то, что хотела бы получать от своей мамы. По сути. Вот. Другой вопрос, насколько это продуктивно. И, на мой взгляд, это непродуктивно совсем. Вот. Потому что человек может иначе воспринимать то, что между вами происходит. А вы не можете без него, без этого человека, обойтись, что можно назвать, в принципе, эмоциональной зависимостью от человека. Вот. Что, в принципе, не делает вас более свободны, что ли. Не делает вас более естественны, более спонтанны. Вот. К сожалению. И вот то, что вы как раз описываете, что не можете без него. Вот. Это как раз про то, что вот у вас не получается обрести эмоциональную самостоятельность. Вот. Конечно, вы не должны ее обретать. Если так подумать. Вот. Вы не должны. Просто. Здесь момент заключается именно в том, что вы не свободны. А человек в итоге получает, ну, весьма и весьма хорошую возможность вами манипулировать. И нюанс здесь в том, хотите ли вы этого? Считаете ли вы, что достойно этого? Может ли быть как-то иначе? Если может, то как? Я думаю, что одна из основных причин, особенностей вашего такого вот состояния. Состояние в том, что вы не можете делиться с мамой тем, что вы хотите, находитесь в эмоциональной депривации. То есть, отстраненности, отдаленности от нее. От мамы. При том, что, вероятно, есть у вас, эм, ну, такая позиция. Такая вот. Есть, эм, ну, может быть, с точки зрения, что вы какая-то не такая. Что с вами что-то, что это не так. Если, например, мама на вас там, допустим, не обращает внимания или что-то вроде того. То есть, постарайтесь, эм, вот, подумать. Вот эта вот позиция, позиция, что с мамой я ничем не делюсь, она из школы текает. Что для вас означает отсутствие, например, возможности делиться? А почему именно с мамой вы хотите поделиться? Как вы относитесь, например, к себе сами, как вы относитесь, как вы сами себя воспринимаете, например, это, на мой взгляд, очень важно, очень важно, чтобы вы для себя эти аспекты поисследовали, чтобы вы для себя эти аспекты выявили. Вот, и постарались вы, определите понятие, это. Ну, такой вот ответ, в принципе, можно вам дать. Дальше. Какие моменты всплывают у вас и не знаете, что делать, чтобы что? А не знаю, что делать, чтобы что? Удачи вам, всего самого доброго. Доброго. Продолжение следует...